Спас На последний летний месяц август припадает три народных праздника, три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Они посвящены благодарности Богу за собранный урожай. Есть несколько версий, почему называются Спас. Первая – это сокращенная от «Спаситель Иисус Христос», вторая понародная этимология произошла от «Спасаться», то есть спасать себя, выживать тем, что употреблять в пищу нечто, а именно мед – медовый Спас, яблоки – яблочный Спас, орехи – хлеб, ореховый или хлебный Спас. У крестьян в эту пору было принято делать припасы на зиму. Самый первый Спас медовый отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Наши предки считали, что с этого дня пчелы не несут мед и начинали его сбор. В различных регионах медовый Спас также могут называть как первый Спас, маковый Спас, мокрый Спас, Спас на воде, лакомка, медовый праздник, медолом, пчелиный праздник, проводы лета, спасовка, маковей. Говорят, даже сам воздух в день медового Спаса пропитывается медовым ароматом. Ведь это еще и праздник пчеловодов. Россияне издавна уважали мед, ведь он один из самых полезных и вкусных продуктов. Пекли медовые и маковые коржи, торты, маконцы, мачники. Это постные пироги, а также рулеты, булочки, пряники с маком и медом. Начиналась эта трапеза с блинов с маком. В специальной посуде для растирания мака готовили маковое молочко. Это маково-медовая масса, которую обмакивали блины. На стол ставили угощение с медом и маком, а также медовуху. В день Спаса устраивали так называемые вдовьи и сиротские помощи. Помогали по хозяйству, приносили угощения, приговаривая «Ты за себя, мы за тебя, а Христов Спас за всех нас». В день первого Спаса молодежь водила хороводы с шутливыми хороводными заигрышами. Девушки осыпали парней маком, щипали, щекотали их, припевая «Маки, маки, маковицы, золотые головицы». Накануне маковея готовили маковийский цветок. Это букет, состоящий из разных цветов и растений, включая мяту, чабрец и календулу. Каждое растение обладает своим магическим значением, и их все вместе с несколькими головками мака освящают в церкви. После этого маковые оголовки хранят дома для спокойствия и благополучия в семье. В народном медицине их ставят у кровати тех, кто страдает бессонницей. Весной освященный мак рассевали на огороде. Девушки вплетали в косы засушенные цветы для того, чтобы не выпадали волосы. Собирали травы для оберегов. В медовый спас принято светить воду, а также мед и мак. Есть их разрешалось только после освящения. Верующие причащались. Часть меда обязательно оставлялась в церкви. Часть шла на угощение нищим, разносилась по домам бедных соседей. Мед светили в новой посуде, которая еще не была в употреблении, куда пчеловод в чистой одежде клал часть сот из самого богатого улья. В основе первого спаса праздник с длинным названием «Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня». Со дня начала крещения Руси 988 года стало традицией в это время чистить старые колодцы или освящать новые. Затем совершать крестный ход на реки, пруды, озера для освящения воды. После этого уже купались сами и купали скотину. Купание в освященной воде считалось полезным для людей от лихорадки, от глаза и прочего. И скота, особенно лошадей. Интересно, что место, где совершалось водосвятие, могли называть Иорданью по аналогии с крещенской прорубью. Говорили, что на Спас в Иордане купаться незамоленные грехи простятся. Лошади, как и весь скот, обычно в этот день купали в последний раз. Потому что если после первого Спаса выкупать лошадь, объясняли крестьяне, то она не переживет предстоящей зимней стужи. У нее кровь застынет. Второй Спас яблочные припадает на 19 августа. Начиная с этого дня люди усиленно собирали первый урожай. Согласно поверью, природа поворачивалась к осени и отворачивалась от лета. Про яблочный Спас еще говорят первые осенины, то есть знамения осени. Вслед за яблочным Спасом приходит холода. В русских деревнях в этот день отмечали не только православный праздник, но и встречу осени. По народным приметам яблоки созревают только к Спасу. До тех пор собирать можно только падалицу. А верующие до этого дня не ели яблок, потому что существует примета, что если родственники умерших пробовали плоды яблок до начала Великого Спаса, то упокоенные души родственников не смогут насладиться торжеством, раздалить между собой радость. А также по древнюю преданию к яблони из райского сада прилетают две птицы. Алконост – птица радости и Сирин – птица печали. Сирин – птица первой начинает клевать яблоки, взмахивая крыльями, покрытыми мертвой росой. Поэтому, кто сорвет яблоко раньше срока, ему может попасться с мертвой росою. Алконост – птица прилетает ко дню Спаса, встряхивает со своих крыльев живую росу. И все яблоки на деревьях с этого дня становятся целительными. В них, по преданию, появляется живительная сила. Яблочный Спас совпадает с важным церковным днем – преображением Господне. Прославляется объединение божественного и человеческого начала в лице Иисуса Христа. По легенде, Иисус Христос для поддержания веры в учениках своих, когда они увидят его страдания, показал свой божественный лик на горе, куда пришел с Иаковом, Петром и Анном, чтобы помолиться. Лицо его воссияло, как солнце, а одежды стали белоснежными. С тех пор, 19 августа, в христианские храмы люди идут, одеты в белое, цвет преображения. На Спас верующие отправлялись в церковь, чтобы осветить яблоки и другие фрукты, в том числе виноград, который в это время созревал в теплых краях России. Считало, что они обретают особую силу. Люди, откусывая и проглатывая первый кусочек, загадывали желания и верили, что они обязательно сбудутся. Было принято после церковной службы всем раздавать яблоки, передавать их для больных и немощных, угощать всех юродивых и бездомных, отдавать нищим и обездоленным, угощать друг друга яблоками и медом, а также жертвовать часть собственного сбора на нужды церкви. По традиции, люди в храме могли воспользоваться пожертвованными другими людьми яблоки, взять для себя часть их продуктов и ягод. часть освященных яблок несли на кладбище и клали на могилу умершим родственникам и близким людям. Священнослужители на яблочный спас кропили землю святой водой, таким образом почву готовили к зимнему посеву. Девушки заговаривали яблоки, чтобы выйти замуж и стать счастливыми. Они загадывали жениха приговаривая «что загадано, то надумано, что надумано, то сбудется, что сбудется, не минуется». Несмотря на то, что работы в поле еще продолжались, яблочный спас особо почитался, поэтому устраивались народные гуляния с песнями и плясками. На спас принято было варить яблочное варенье, пить пироги с яблоком и угощать ими всех соседей и знакомых. В этот день ходили в гости или приглашали к себе близких людей. У каждой хозяйки должен был быть свой личный рецепт яблочного пирога, которым она могла удивить гостей. Что можно делать, а чего нельзя в этот день? Ни в коем случае нельзя делать генеральную уборку, нельзя скверно словить, думать плохо о других, употреблять алкоголь, не есть мясо, яйца и жирную пищу и вообще совершать дурные поступки. Можно собирать урожай и готовить еду, как и в любой другой день. Можно и даже нужно есть яблоки. Еще один обычай, пришедший из древности, в этот день нельзя убивать насекомых. Считается, что если проявить милосердие к мухе или осе, будет сопутствовать удача целый год. Наши предки следили за погодой. Если стояла сухая теплая погода, ждали теплой зимы, а вот если был ливень, готовились к суровой зиме. Последние из трех спасов ореховый. Отмечается 29 августа. Он не так популярен, как два предыдущих, но из всех трех наиболее важен. Готовили уже непостное блюдо. Считалось, что к этому дню поспевала лещина. Ее собирали в лесу и светили в циквях и раздавали страждущим и неимущим, чтобы обрести благодать и здоровье в будущем. После сбора орехов весь урожай высыпали на холст, а рядом стелили искатель, на который были разные угощения. Этот праздник также носит название «Хлебный спас». Хлебным называется, потому что накануне праздновалось Успение при Святой Богородице, а с ним заканчивали сжать хлеб. В этот праздник из зерна нового урожая выпекали хлеб и освещали в храме. Этот хлеб первым должен был попробовать самый старший мужчина в семье. Пекли пироги и подавали на праздничный стол и угощали ими близких людей и соседей. Старину говорили «Третий спас хлеба припас». Еще одно название третьего спаса «Спас на холстах» или «Холщовый спас». В этот праздник торговали холстами и полотнами. На ярмарках можно было встретить изобилие различных тканей. В народе бытовало мнение, что в этот день нужно что-то приобрести из ткани. Обряд хранить остатки первого каравая, завернутый холщовую тряпку за иконой сохранился в некоторых селах до наших дней. Люди считали, что таким образом приманивали в дом благополучие и оберегали семейство от голода. Этот последний августовский спас тоже приурочен к большому православному празднику. По преданию спас назвали нерукотворным из-за чуда, случившегося во время Иисуса Христа. Правитель сирийского города Едеса Авгарь, который был поражен проказой, не видя Иисуса, уверовал в него, как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С письмом в Палестину он послал своего живописца Ананию с просьбой если Иисус не сможет приехать, то изобразить его лик. По припятию в Палестину Ананию увидел Сына Божия, окруженного большим количеством народа. Подойти к нему не было возможности. Анания встал на высокий камень и попытался написать портрет Христа, но у него не получилось. Иисус заметил живописца, подозвал его и передал письмо для Авгаря. В нем он обещал прислать к нему своего ученика, чтобы тот исцелил больного. Затем Иисус попросил принести воду, умыл лицо и утер убрусом полотенце, на котором проявился его лик. Убрус и письмо передали Авгарю. Тот с благословением принял святыню и получил исцеление. Традиции и обычаи этого спаса. Спас не принято было отмечать каким-то особым образом, так как в это время страда была в разгаре и людям было не до развлечения. Они утром посещали церковь, светили орехи, хлеб, зерна и отправлялись готовить неуказимым посевом. Тем не менее, кое-какие праздничные обычаи все же соблюдались. Пекли хлеб для малоимущих, угощили орехами родных и прохожих, на ужин подавали пироги с орехами и другими дарами уходящего лета. Праздничный стол должен был быть богатым и разнообразным. Успенский пост завершался, поэтому можно было подавать рыбные и мясные блюда. По традиции нужно было попробовать всекушение для того, чтобы следующий год был радостным и сытным. В этот день было принято дарить символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам. Это орехи, булочки или холщевые полотенца. Хозяйки в этот день также занимались заготовкой лечебной ореховой настойки. В холодную зиму она была первым средством лечения простуды. Ее добавляли горячий чай. Приметы и обряды праздника. Если находили два срохшихся ореха, то левой рукой их клали в кошелек на денежную удачу на целый год. Первый сорванный орех съедали и по его вкусу определяли, что ждет в будущем году. Зрелый и вкусный орех к большой любви, горький, любимый будет изменять. Незрелый орех к важному известию, гнилой быть беде. С приходом орехового спаса осень полностью вступает в свои права. По народным приметам грозовой август предвещает долгую теплую осень. На ореховый спас отлетают последние ласточки. А если к 29 августа отлетают журавли, зима будет ранняя. С К К adore economics в отлетают о Продолжение следует...